Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля. И вот видите, как непредсказуема наша погода. Позавчера, или даже вчера, я стояла ровно на этом же месте. Куталась в куртки, в шапки, все. Теперь у нас наступила благодать. Ночью больше 10 градусов, по-моему, будет сегодня завтра тепло. Короче, очень тепло. Я вышла на это же самое место, чтобы поговорить снова о тоннелях. Пришел вопрос от одной зрительницы, я его даже выписала. Он пришел с этого... Ну, зрительница написала со страницы Евгения Селезнева, что будут тоннели пробовать первый раз. Она покупала у меня семена перца, венти, белый налив. Но так как он очень быстро взошел на пятый день, она предполагала, что три недели, как обычно, будет сходить. Вследствие этого он перерос. И вот теперь у нее нет теплицы, и она у меня спрашивает, можно ли высадить в тоннель. Именно этот вопрос я взяла, потому что таких вопросов много. У меня уже до этого спрашивали, я подробно никому не отвечала, что вот можно ли по этому же принципу, как томаты, вырастить перец в тоннеле. Есть ли у меня опыт. Сразу скажу, что опыта выращивания в тоннеле перца у меня нет, потому что перец, он более теплолюбивый. Но именно вот этой зрительнице я хочу дать совет, что если действительно такая безвыходная ситуация, нет теплицы, перец уже такой большой, дома он может, конечно, и от заболеваний погибнуть, и лучше бы ему, конечно, вот на солнышке, все здесь. Я могу вам посоветовать, не знаю, он у вас в какой таре, пересадить его в пол-литровые стаканчики, 500-граммовые. Можно для него такой же импровизированный тоннель сделать, установить эти стаканчики, ну в чем-то, в ящичках или в лоточках, или я не знаю в чем, чтобы в случае похолодания и холодной погоды, хоть на ночь, хоть на сколько-то, там на какой-то период можно было занести их домой. Потому что если вы высадите все-таки в грунт, и будет похолодание, так как вы написали, что у вас такой же климат, как у нас, я боюсь, что перец не перенесет таких вот перепадов температур, как томат. Он не такой выносливый. Но какой-то период он может здесь стоять. Вот, например, у нас сейчас вот начинается вот этот теплый период. Можно поставить его, можно также поставить дуги, сделать пленочки. Но в случае, если он будет в стаканах, конечно, нужно оставить возможность вам открывать и поливать его. Стоять он может в тоннелях, он может и день и ночь стоять, и несколько суток, и неделю, вот как сейчас, сегодня и завтра будут ночи очень теплые. Плюс 5, плюс 8, когда ночью на улице, под пленкой перец может стоять. Ну а вдруг будет заморозок, тогда вы снимаете эту пленку, берете эти стаканы, ящики, уносите в дом. Если у вас даже нет стеллажей, можно поставить и на шкаф, и на пол, и на стол. Это экстренный случай. Вдруг не будет такого случая. Но вот я вам посоветовала бы в грунт все-таки не высаживать, а распакировать по стаканчикам, и уже в стаканчиках поставить в тоннель на случай экстренной эвакуации. Вдруг будет форс-мажор. И еще сразу отвечу, Ирина Литовченко спросила, можно ли Любашу в тоннеле. Но я вот скажу вам, что, если честно, я Любашу ни разу не высаживала. Вы посмотрите по характеристикам. Если у него характеристики такие же, вот как, например, как у Демидова, как у Метелицы, то есть толстый стволик, мясистые листья, все томаты подобные можно высаживать в тоннеле. то есть те, которые не тонкие, не хлипкие, а именно вот такие вот, как дубки. Они все одинаковые, их очень много таких томатов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот вопрос на ответ, мой ответ на вопрос, можно ли выращивать перец в тоннелях, вот в такие ранние сроки. Я сразу говорю, я ни разу не пробовала, и я даже боюсь в холодный грунт их посадить, потому что все-таки они более теплолюбивы, более капризные. Но в стаканах люди в тоннелях хранят, я знаю знакомые, она и огурцы в тоннелях хранят, в стаканчиках. И когда холодно, они заносят в садовый домик. Все.